Китайская делегация высоко оценила усилия Кыргызстана в борьбе с коронавирусом. За четыре дня пребывания делегации в Кыргызстане они провели консультации с медиками по профилактике и контролю над эпидемией, по методу проведения ПЦР-анализов, а также по методу проведения дистанционного обучения и телемедицины. Такую же положительную оценку получили и со стороны специалистов из Польши, которые в течение четырех дней делились опытом со специалистами из РКИП. Подробностям далее. Никто не застрахован от заражения коронавирусом, даже врачи, которые лечат инфицированных пациентов. Поэтому необходимо придерживаться определенных правил одевания и раздевания защитного костюма. Врачи, прибывшие из Китая, сегодня провели дистанционное обучение для своих кыргызских коллег и заодно показали правила облачения в защитный костюм. Как правило, перед одеванием защитных средств необходимо дезинфицировать руки, соблюдая все требования. Первым делом необходимо одеть маску, чепчик. А когда одевается защитный костюм, важно не прикасаться к полу. А самое главное правило при снятии костюма – это не прикасаться к его наружной стороне. При снятии каждой части защитного костюма нужно дезинфицировать руки. Первым делом снять костюм, как это показывают врачи из Китая. После его нужно выкинуть в корзину. Только при тщательном соблюдении правил медики смогут избежать заражения коронавирусом. Кроме этого, медики из Китая рассказали о мерах защиты при лечении больных, как нужно вести работу в отделение, какие там должны быть условия, какие действия необходимы при поступлении пациента через скорую помощь. Отметим, что это второй день дистанционного обучения. Вчера они проводили обучение мобильных бригад. Вчера проходило обучение мобильных бригад. Хочу отметить, что в основном требования к ним у нас одинаковые. Но у них города большие, и в каждом микрорайоне имеются свои врачи. Так они контролируют больных. А сегодня и завтра много внимания будет уделено правилам соблюдения самозащиты врачей и предотвращения и контролирования распространения пандемии. За четыре дня пребывания китайских специалистов они поделились своим опытом с лаборантами и сегодня показывают правила врачам из регионов. Как отметила глава делегации Хайбуну Эр Юшан, усилия Кыргызстана против коронавируса весьма высоки. Цель нашего визита – это провести консультации с кыргызскими коллегами по мирам для борьбы с коронавирусом. В ходе контактов с кыргызскими специалистами за эти два дня мы заметили, что Кыргызстан предпринял большие усилия в борьбе против коронавируса. Мы отметили, что ваши специалисты во всех сферах и в особенности в профилактике и контроле над эпидемией проделали много работы. Мы тоже передали нашим кыргызским коллегам свой опыт и варианты по борьбе с коронавирусом. Наши переговоры оказались весьма плодотворными. Китайская делегация внесла свои предложения кыргызстанцам, как побороть коронавирус. Мы уверены, что объединив наши усилия, сможем одержать победу над вирусом. Желаем Кыргызстану счастья, благополучия и здоровья. У меня предложение к кыргызскому народу. Если вы хотите одержать победу над эпидемией, и если вы любите своих родных и родину, тогда вам необходимо строго соблюдать все правила домашнего карантина. Работу кыргызских медиков положительно оценила и группа специалистов из Польши. Они в течение четырех дней делились опытом с медперсоналом Республиканской клинической инфекционной больницы. Медики отметили, что все методики и тактика лечения больных с инфекцией в РКИП, которые проводятся согласно специальному клиническому протоколу, правильные. Они также заметили, что и материально-техническое оснащение организовано на высоком уровне. Имеется все необходимое оборудование для лечения больных.